Уже к концу этой недели возможно будет официально объявлено проведение референдума. На обсуждение Джигурку Кенеша вынесен законопроект о дате назначения всеобщего голосования. Инициаторы выбрали даты 4 декабря. Как ожидается, поправки в Конституцию будут вносить одновременно с избранием депутатов местных Кенешей. Как говорят авторы, сделано это в целях экономии бюджетных средств. Я думаю, что это приемлемое время. Это время дает полностью правильно на законном основании готовить проект этого конституционного закона. И 4 декабря, я думаю, что это будет совмещаться с выбором местной советы. Это даст экономию средств. Это играет немаловажное значение. Поэтому примерно определен эта дата. Эксперты говорят, откладывать проведение референдума уже не имеет смысла. Обсуждение поправок в основной закон страны сегодня проходит едва ли не каждый день. Круглые столы и пресс-конференции организовывают как сторонники, так и противники поправок в Конституцию. Сейчас идет дискусс между реформаторами и консерваторами. Народ, как правило, поддерживает всегда реформаторов. Поэтому это будет в этом году, или это будет через год, или в 2020 году. Народ все равно поддержит реформаторов. Чем быстрее мы внесем изменения, тем быстрее мы пойдем по дороге к парламентаризму, то есть возвращаемся к нашим королевским истокам. Политологи говорят, все прекрасно понимают, что изменение основного закона – это вынужденная мера. И чем быстрее будут внесены поправки, тем быстрее государство сможет исправить законодательные противоречия. А значит, и дата назначения референдума вполне удобная, говорят аналитики. То есть общественная работа, отведенная цикл, он уже на самом деле, он дал свой результат, люди все в курсе, я считаю. И здесь людям пока стоит сделать свой выбор, не депутатам, не кому-нибудь, а именно народ сделает этот выбор. Согласиться или не согласиться, если не согласиться, то все остается по-прежнему. Поэтому, мне кажется, тем оппонентам, которые сейчас выступают яро против, и часто получают даже истерику очень сильную, мне кажется, не стоит этого. Все равно выбор будет стоить за своим народом, за самими гражданами. По регламенту, документы об объявлении даты проведения референдума сначала должны одобрить комитет Джигуркукинеша, а уже затем это решение должно быть поддержано на палате. В куарах законодательного органа говорят, вероятнее всего, эту работу депутаты закончат уже на этой неделе. Игорь Потанин, Самаддалат Акунов, НТС.